Очень давно поднимали вопрос от кладбища в Баку, дырвов, там где-то наше звук, но пока что он не реагирует. А где вы поднимали этот вопрос? В каких-то определенных ведомствах? Это вопрос в свое время мы поднимали на шок, то есть поднимали в каком смысле? Это через прессе всегда, во всех материнцах идет. Вот то, что изоляция собак уличной, что не стрельбой, а телевизорным методом никакой. То, что кладбища должна быть, я все время напоминаю, я не имею такого права. Я был бы, если был бы, значит, миром города, но не хочу быть миром города. Но если бы как бы... Да, если бы вот, я думаю, что заднюю дело даже если города, я не говорю, что в городе, я знаю, я человек, если кладбищу даже сейчас, места очень мало, покой, я недавно против дивизии наведен. Если даже будет кюзеки, если какая-то организация создаст эту такую небольшую организацию тоже, то есть похоронение, захоронение этих домашних животных. Я думаю, что она будет прибыльной, во-первых. Потому что никто свою, свою питомца не захочет вращать куда-то. Правильно? Правильно. Это, представляете, собака, если жила у кого-то 10, 12, 15 лет, и он через семьи, я так считаю. И ее как-то выбросить куда-то, от чего-то, это очень, я считаю, что не только не есть еще, это немножко по-другому даже можно отзываться. Я думаю, что вот я, сегодня у меня один товарищ должен быть, я хочу этот вопрос поднять. Я не скажу пока, что это, что за организация, я хочу это поднять, поднять вопрос. Через год, два, три месяца Олимпиада вокруг. Я хочу, чтобы поднять этот вопрос от лога, нормально, вот собак, уличных, чтобы это получается в течение года, два месяца, три месяца, я думаю, что 47 лет не доросалось. Вот, у всех собак это как-то убирать с города. Ни в Идеи, ни в Америке, ни в Европе за один год это не сделали. Где-то, в свое время, сейчас в Европе уличных собак не увидите, правильно? Конечно. И столько же всех они не убрали в этот приют, правильно? Но. Мне очень жаль, знаете в чем? Вот это не мой вопрос, но я гражданин из республики. Я побывал в нескольких странах других. И мне хочется не быть к ним похожим. Надо нам самим это сделать. Не из-за того, что там у них так. Это немножко как-то некрасиво. Вот у них так, мы тоже там. Нет, у нас свое, вот мы как-то должны созреть, что вот так должно быть. Это нормально. Не надо читать, посмотреть по интернету, по телевизору, что вот там, так, или мы так должны. И мы сами должны прийти к такому выводу, что вот кое-что, я долго работал в зоопарке, очень много за 15 лет изменилось по отношению к животным у людей, которые приходят в зоопарк. Которые раньше произвели, уже меньше стало. Это с чем себя задавал? Это все агитация, то, что вы пишете, вы снимаете, вы показываете. У людей, это сразу нельзя, сегодня сказать, завтра что было. Это резко, топором нельзя рубить и сделать. Меняется сознание. Да, это поэтапно идет. И все время, я почему говорю, все время, если даже это не относится к зоопарке, я все время домашних животных не забываю. О кладбище не забываю, что напоминают. Хоть один раз я говорю, кто-то услышит и придет. Вот недавно по телевизору Бенгай, дом представителей показывали, и сразу какая-то проблема, 15 человек, хотели другие, национальности, они жаловались, и сразу министр пошел. Увидел, пошел. А раньше же не ходили. Правильно? Раньше не ходили. Вот это какое-то замечание, например, по эфиру или по интернету. А сейчас реакция пошла какая-то. Вот это, я думаю, что может быть, вот это положительное движение и в этом аспекте тоже будет. То есть, я имею в виду, вот, в мире животных. Сегодня мне подарили одну змею. Императорского удала. Да. Покажу. Какая премьера. Да. Потом, что я говорю, вот подарили, мы взяли, да, то есть, мы взяли. У нас, вот я хочу, настоящие зашипники животных, это работа в зоопарке. Почему? Вот я скажу. За пяти лет долго я работаю в этом зоопарке. Вот у нас птенцопли носили голубь. То есть, не домашняя голубь, она такая, из детей. Детей. Вот это тоже я вам покажу. Они подняли это, девочки мои. Совсем пяти лет был. То есть, у него крыло, чтобы задали, надо что-то. Это сделали. Нам дали кролика, словно ногой. Они гипс поставили. Они поставили на ноги, я это тоже покажу. У нас пять листов, лисиц. Нам нужно всего два. А то, что принимали, мы не могли отказать, что отнесите. Потому что они уже не могут, то есть, держали где-то в какой-то клетке. Вот как-то, я не знаю, как объяснить. В плохом состоянии. В плохом состоянии. Медведей в Баку, на бакинском зоопарке. Ну почему? То, что из ресторана привозили, я не мог отказать. Потому что на природе их нельзя пускать, они пойдут к людям, потом к природе говорят, я принимал я. И сейчас у нас поэтому много таких медведей. А сколько ему лет? Для их дыма. Не, 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 не.